Когда каждая фишка, вы должны бежать челноком туда-обратно. На всё про всё вы должны укладываться в три минуты. Такая работа у нас теперь будет каждый день. Так для игроков регбийного клуба «Локомотив Пенза» с 21 января начинается каждое утро. Команда проводит двухнедельный сбор в Саранске перед своим дебютным сезоном в российской премьер-лиге. Клуб был образован в августе 2018-го. Его костяк составили воспитанники пензенской школы регби, которой, к слову, в этом году исполняется 55 лет. Укрепившись несколькими сильными легионерами, пензенские регбисты ставят перед началом сезона самые амбициозные задачи. А чтобы быть лучшими на поле летом, нужно начинать готовиться зимой. Местом для тренировок и наработки игровых связей был выбран футбольно-легкоатлетический манеж Саранска. Ради тренировок на Саранском газоне команда была готова ехать за 100 километров от дома. Это большой функциональный центр, олимпийский центр в первую очередь, потому что здесь есть большой синтетический поль, который отвечает всем своим требованиям. И для нас главное выйти было на поле, потому что на данный момент все мы знаем наши климатические условия, наши по Волжи, что практически сейчас с погодными условиями здесь снег. И это единственная возможность и близкая возможность приехать сюда и позаниматься на этом замечательном поле. Главный наставник команды Александр Янюшкин – заслуженный мастер спорта по регби, член национальной сборной, двукратный чемпион Европы по регби-7. Его брат Сергей также является известным спортсменом и в новом сезоне поможет пензенской команде, вернувшись на родину из подмосковного ВВА. Прямо из Саранского он отправился на сбор национальной команды Валиканты, где будет готовиться к матчу сборных России и Испании, который состоится 10 февраля. Помимо этого у нас есть два игрока по регби-7, это олимпийская дисциплина, которая в ближайшее время сейчас уедет у нас в Южную Африку на сборы, на предстоящий отбор, который состоится в марте в Гонконге. Задача, которую ставит тренер перед игроками на сезон – быть в тройке. Звучит достаточно амбициозно для недавно созданного коллектива. Но если учесть, что большинство игроков имеет большое опыт выступления в премьер-лиге за другие коллективы, то недосягаемой она вовсе не кажется. Лидеры в российском регби на данный момент – это пять команд, то есть серьезно, которые конкуренты, на которых нужно стараться, равняться, которых нужно обыгрывать. И вполне это нам под силу. То есть это Енисей, Красный Яр, ВВА Подмосковья, Кубань, Слава. Это очень хорошие команды, которые сейчас укреплены игроками с зарубежья, то есть как Новая Зеландия, Тонго, Грузия. То есть очень серьезные игроки. У нас, соответственно, команда молодая, амбициозная. Ребята все хорошие, все сильные, все молодцы. Проверить эффективность проделанной работы на сборах призваны контрольные матчи. Один из них уже состоялся в прошлое воскресенье, второй будет завершать сборы в субботу. Впрочем, для неискушенного саранского зрителя даже тренировки выглядят весьма впечатляюще. Саран, стоять, 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 стоять! Самая главная задача – занести мяч за линию зачерпного пути. То есть попытка называется. Одна попытка, один занос – это пять очков. После каждой попытки дается пробиться реализацией. Дополнительных два очка. Уезжая, пензенские регбисты не прощаются с саранским манежем. Здесь они планируют провести еще одни сборы в конце февраля. Будут рады мордовскому зрителю и готовы даже поделиться опытом. Обязательно мы будем рады, тем более, если мы сейчас будем здесь находиться все время, мы рады приглашать на открытые тренировки. Пусть обязательно приходят и поддерживают не только своих футболистов, но и нас в этом числе. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев.